Всем добрый день, еще разочек добро пожаловать. Давайте присоединяйтесь. Итак, мы сегодня с вами говорим о нашем пресловутом коронавирусе. Я надеюсь, что я на YouTube тоже выложу это видео, и мы с вами будем... Придется еще одно видео выложить на канал, в общем. Давайте начнем с того, что такое коронавирусная инфекция. 80% населения первый раз в жизни слышит слово коронавирус, вспышка коронавирусной инфекции. Я хочу вам объяснить, что звучит это, конечно, очень страшно, вспышка какого-то коронавируса какого-то, от которого умирают люди. И звучит это как вспышка холеры, тифа, как вспышка оспы. Но на самом деле люди забыли 10 класс биологии. Если вы откроете учебник школьный по биологии, то вы увидите слово коронавирусы. Значит, если мы возьмем эпидемиологию и вирусологию, я вот зачитываю, цитирую дословно. Остроспираторные вирусные инфекции вызываются вирусами, которые на сегодня известно более 250 видов. Все они относятся к определенным группам. Риновирусы, аденовирусы, коронавирусы, энтеровирусы, паравирусы, миксовые вирусы, вирусы гриппа, вирусы парагриппа, респираторно-эссенциальные вирусы, вирусы коксаки и прочие другие вирусы. Вся эта группа входит в название ОРВИ и ОРЗ. В медицине, в эпидемиологии никогда не было принято делать мазок для установки патогена конкретного вируса. Во-первых, потому что это достаточно дорого и накладно устанавливать какой-то конкретный штамм вируса, который вызывает остроспираторную инфекцию и заболевание, потому что нет смысла. Объясню, почему нет смысла. Потому что от того, какой вирус вызывает ОРЗ и ОРВИ, терапия не меняется. Она была как симптомоориентированная, так она и остается. Это жаропонижающие. По симптоматике идет терапия. Но, к сожалению, наши люди не знают, что коронавирусы описаны уже много-много лет. Они известны. Они не создавались в ЦРУ, не создавались никакой разведкой. Это обычная группа вирусов, которая всегда входила в коронавирусы и в остроспираторные вирусные заболевания как классификации. Значит, это первое. Второе. Цитирую. Лечение конкретных вирусов, которые классифицируются в ОРВИ и ОРЗ, никогда не было. То есть, прививок от ОРВИ и прививок от ОРЗ никогда не было. Опять же, почему? Потому что нет никакого экономического и медицинского смысла. Потому что прививать человека от 250 видов остроспираторных инфекций абсолютно нет никакого смысла. Нужно, чтобы дети переболели различными штаммами остроспираторных вирусных инфекций, для того, чтобы выработался иммунитет на будущее. Второе. Смертность от ОРВИ, ОРЗ и гриппа существовала всегда определенная смертность. Она была классифицирована и в разных странах она всегда разная. По последним данным израильского медика, итальянцы всегда показывали в среднем в три раза выше смертность от ОРВИ и гриппа. Не могут однозначно сказать сейчас ученые, с чем это связано. Может быть, с геномом. Может быть, это связано с возрастной категорией. Может быть, это связано с образом жизни. Но все больше и больше похоже на то, что это связано с геномом. Что итальянцы в принципе немного переносят, мягко говоря, хуже вот такие остроспираторные вирусные инфекции. Под большим вопросом, что происходит в Италии. Сейчас мы об этом с вами будем говорить. Следующее, значит, как я уже сказал, прививок и вакцин от ОРВИ и от ОРЗ никто никогда не делал. И насколько целесообразно это делать, это большой вопрос. Значит, почему умирают люди? Почему мы видим цифры? Во-первых, надо понимать, что вы никогда не видели цифры и летальность прочих эпидемий ОРВИ и гриппа. Вам их каждое утро не показывали количество заболевших, количество умерших. То есть, если бы вы на протяжении последних пяти лет каждое утро видели статистику по ОРВИ и ОРЗ, и каждое утро она бы обновлялась по городам и странам, то с очень большой долей вероятности вот эта статистика, которую вам показывают с точки зрения коронавирусной инфекции нового типа, она бы не вызвала у вас бы никаких удивлений и никаких таких вот ужасов. Каплей здесь добавляет очень сильно Италия. Главный врач коммунарки, он в принципе об этом и сказал, что если бы не итальянские цифры, если бы не итальянские заполненные больницы реанимации вот этими пожилыми и этими итальянцами на кислороде сидящими, то в принципе, вот если мы Италию убираем, то по большому счету цифры по Америке, по Корее, по Китаю и по прочим странам, и Германии в том числе, они по большому счету очень сильно укладываются в такую резкую большую эпидемиологическую ситуацию сезонного ОРВИ. Значит, вирусологи, которые исследовали этот вирус, не нашли в нем никаких таких вот новых, что ли, уникальных ситуаций, которые говорят о его патогенности. Значит, потому что, во-первых, вирус, он ОРВИшные вирусы, они приспособленцы, да, и вся мутация вируса, она как бы создается для того, чтобы вирус как можно больше распространялся и дольше жил. Соответственно, все мутации коронавирусов и ОРВИшных вирусов, они в основном созданы для того, чтобы обходить иммунную систему. Данный штамм вируса имеет одну, единственную особенность в его морфологии, и морфология эта заключается в следующем, что у него больше инкубационный период, нежели у привычных нам коронавирусов. Вот в этом, в принципе, вся его особенность, да, потому что больше инкубационный период означает больше объем заражений. Не потому, что вирус токсичный, да, не потому, что вирус какой-то уникальный, а потому, что большой инкубационный период бессимптомный и в ряде случаев вообще бессимптомного течения, он как бы распространяется много, да. Но представьте себе, что у вас в метро, значит, едет там миллион людей с ОРВИ, которые даже им и не болеют. Ну, как бы, как сказать, вне симптомных, но они заражают определенное количество людей. И вот эта волна, да, вот мы сейчас поговорим про карантин, вот эта волна людей, которые остроспираторные вирусные инфекции переносят более остро, переносят более тяжело, да, вот этого и боятся врачи. Значит, для чего делается по всему миру карантин? Значит, запоминайте, пожалуйста, карантин по всему миру делается не потому, что вирус как холера, да, потому что если бы вирус убивал как холера, да, за 3-4 дня, если бы вирус убивал бы в гораздо больше процентов популяции, то все было бы совершенно по-другому. Карантинные меры, вот с точки зрения эпидемиологии, сделаны для того, чтобы дать медикам возможность работать в привычном им режиме. Я поясню. Медики привыкли, что в сезоны вспышек весной или и осенью вспышки гриппа и ОРВИ. И медики знают, что каждую весну и каждую осень к ним поступают тяжелые осложнения в виде пневмонии. Это было всегда. Но проблема в том, что у нас есть прививки от вируса, от гриппа, и у нас есть иммунитет от ОРВИ, стандартного ОРВИ. Поэтому в целом количество людей в России, например, поступающих в эпидемиологический пик, он примерно прогнозируем. И врачи так или иначе понимают, что их объема хватает. Когда выходит новый коронавирус, в этом смысле обновленный, то прививки нет не потому, что вирус опасный, а потому что от ОРВИ вообще прививок не было никогда. Во-вторых, иммунитета нету, потому что он в новой структуре. И вот это отсутствие иммунитета именно к этому штамму коронавирусной инфекции может привести к резкому увеличению нагрузки на врачей. И вот тогда может случиться коллапс медицинской системы с точки зрения того, что просто-напросто прогнозируемые объемы весной и осенью, они будут в несколько раз превышены. И не хватит врачей, не хватит коек, все, что с этим связано. Вот это надо понимать. Значит, что идем дальше? Я общаюсь тесно с двумя людьми, которые лежат в коммунарке, у которых подтвержденный ковид тот самый, несчастный, подтвержденная остро-распираторная вирусная инфекция. Значит, я не буду передавать дословно кто это, но я вам скажу так. Первый человек, с которым я лично общаюсь, имел симптомы 37,5-несколько дней больной горло, потом это все прошло, и он уже неделю чувствует себя прекрасно. Но его не выписывают, потому что мазок положительный. Более того, он находился в тесном контакте со своей супругой достаточно много времени с заболевания, и эта супруга не заболела. Они даже целовались. Что еще больше намекает нам на то, что патогенность нашего ковид-19 очень под большим вопросом. И его способность убивать и передаваться, значит, и валить людей на повал. Вторая девушка, которая имеет ковид-положительный статус, она имела такое классическое тяжелое течение простуды и гриппа. Температура 39, не сбивающаяся, торс, тяжелоаспираторный синдром, но никто в коммунарке не дошел до ИВЛ, никто в коммунарке не дошел до тяжелой шоковой терапии с медикаментозным сном и интубацией. Несмотря на то, что там лежит 63, по-моему, или 128 человек, или 63, что-то такое. Но это большой вопрос. В любом случае, все врачи и в коммунарке, и мои люди, которые приближены к Министерству здравоохранения и штабу, говорят одно и то же. У нас действительно нету в Москве и в России тяжелых людей с подтвержденным ковидом. Из 300 по стране. Если все останется вот таким образом, то есть предположение, что геном российский, поскольку у нас погода существенно отличается от Европы, и мы привыкли к перемене климата, да, мы привыкли к смене сезонности, и наша иммунная система привыкла к большому объему рвишных штаммов, и возможно, это гипотеза, да, сейчас, которую врачи проверяют, возможно, именно этот штамм коронавируса не будет для русского генома таким вот патогенным, как для европейцев. Соответственно, если мы посмотрим статистику Аляски или статистику тех штатов, которые ближе к холодному климату, да, то, возможно, мы тоже там увидим такую же картину, как и в России. Значит, дальше. Почему карантин вводят, надеюсь, все поняли. Не из-за патогенности вируса, а из-за задачи плавного распределения. Значит, следующее, что я хочу вам сказать. Значит, у врачей Москвы и России поставлена очень жесткая административная задача – максимально быть готовым к наиболее худшим сценариям развития событий. Так, в принципе, работает медицина. Поэтому все вот такие меры, которые сейчас применяются, можно назвать их излишними, да, это сейчас мы не будем комментировать. Но логика этих мер, она одна. Лишний раз предупредить какой-то вот итальянский сценарий и потом сказать, ну, ребята, мы перестраховались, да, нежели попасть и разруливать всю вот эту тяжелую ситуацию. Я все-таки склоняюсь к тому, что вот сегодня у нас там, какое там, 22-е, да, 23-е, 22-е марта. А, значит, первые ковиды в Москву были, в Москве были зафиксированы в конце февраля. Вы понимаете, что если бы люди, прилетающие из Милана, из Испании, из Италии, из разных стран в период с 20 февраля, даже по 10 марта в большом объеме, да, если бы они вот были бы такими жесткими разносчиками инфекции, и инфекция была бы такая патогенная, то мы бы сейчас бы видели совершенно другие картины в больницах, да, мы совершенно видели бы другие картины в реанимациях, поэтому даже если гипотетически представить, что это проблема тестирования, да, а я согласен, что из 250 видов выделить коронавирусную именно эту инфекцию, это достаточно сложный, чтительный тест, да и он абсолютно бесполезный, да, в этом смысле. Я думаю, что действительно в России, вот у меня есть такое чувство, да, видение такое, болеет несколько тысяч людей коронавирусной инфекцией, и болеют они в обычном стандартном сезонном режиме, заражаются люди ОРВИ в обычном стандартном сезонном режиме, кто-то чаще, кто-то реже, но это не выходит за какие-то условные рамки, которые связаны с критичным и тяжелым течением. Вместе с этим хочу сказать, что да, действительно важно беречь наших стариков, потому что бабушки и дедушки наши со ослабленным иммунитетом, раковые больные, онкологические больные, боли с иммуносупрессией, больные, проходящие прочей терапией, химиотерапией или терапией другими кортикостероидами, которые снижают иммунную систему, всегда весной и осенью должны были соблюдать повышенные меры безопасности. Это было всегда, да. Поэтому тот факт, что в Москву, грубо говоря, в Россию пришел новый штамм ОРВИ, действительно лучше поберечь бабушек и дедушек. Значит, я вам скажу так, я вот последние пять дней смотрю, что происходит в магазинах, в торговых центрах, не про гречку субтуалетной бумагой, нет. Большое количество людей действительно простывшие. Большое количество людей действительно кто-то иногда почихивает, кто-то иногда с соплями, кто-то себя чувствует такой вот легкая такая сонливость и слабость, да. Я вижу, что у людей вот как бы обычное такая вот сезонное весеннее март-апрель, когда все это говно растает, да, достаточно стандартные такие вот остроспираторные легкие синдромы. Я их на себе ощущаю, я ощущаю их на окружающих, да, понимаю, что они там это самое. Но я не вижу в этом вот как бы чего-то нового, да. То есть я не вижу, чтобы люди не в статистике, не по медицинским сводкам находились в каких-то крайне тяжелых состояниях. Значит, идем дальше. Так, почему Китай? Да, смотрите, значит, по поводу Китая. Значит, если бы китайцы видели в этом штамме ОРВИ какую-то тяжелую опасность, поверьте мне, Китай бы закрыл бы все города, начиная с Пекина, да, и сделали бы, по примеру, Уханя. Я думаю, что китайцы либо попытались показать всему миру, какой они массово организованный народ, что они могут даже вспышку ОРВИ побороть очень быстро и круто, либо китайцы подумали, что их Америка пытается как бы уничтожить. И, скорее всего, логика Китая была такая, что американцы запустили против них биологическое оружие, и они резко так среагировали, потому что вспышка сезонного ОРВИ в Ухане, да, она показалась изначально достаточно странной, потому что огромное количество, как бы, китайцев резко стало поступать в больницы с тяжелым аспираторным синдромом, с торсом, да. И вот это китайцы насторожило, они взяли мазки и увидели новый вид коронавирусной инфекции. И вот об этом сказали всему миру. И подумали, что это могли сделать американцы. И поэтому так жестко отреагировали, жестко все подавили, жестко все построили больницы, чтобы показать всему миру, в том числе перескептивной Америке, которая могла это все сделать, что им это не страшно. Но потом, проведя исследования, потом проведя определенные наблюдения, они поняли, что, в принципе, нет никакой задачи закрывать Пекин, закрывать другие города. А Китай – это полтора миллиарда, на минуточку, население, да. И вот здесь как раз есть все ответы на все вопросы. Что случилось с итальянцами, мне сложно сказать. Думаю, что расследование должно быть проведено, и итальянские врачи должны сделать выводы. Но, как сказал, опять же, и израильский врач, бывший заведующий, по-моему, главный врач Израиля в прошлом, что итальянцы всегда умирали в три раза больше. Значит, следующее, что надо вам объяснить, что вот эти все экономические вопросы, они, конечно, будоражат гораздо больше. Потому что те потери, которые понесет бизнес, да, те потери, которые понесут предприятия, люди, города с точки зрения экономики и с точки зрения банкротств, не сопоставима, да, с той эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Понимаете, да, вот этот момент, он очень важный. Значит, что здесь в перспективе? В перспективе экономику всех стран ждет некоторое изменение и реструктуризация, если хотите, да. Многие предприятия вынуждены будут закрыться, кто-то кого-то купит, кто-то кого-то поглотит, кто-то купит акции подешевле. Значит, что я вам рекомендую? Во-первых, не надо дергаться с точки зрения доллара, да, потому что в одну воронку упало два снаряда, где цены на нефть и тема коронавируса, они как бы стали триггером к разрядке мировой экономики. Эта разрядка была зрела давно, и коронавирус и цены на нефть стали таким триггером к этой разрядке. Но запомните, сейчас есть возможность, если все это затянется, найти возможности, может быть, купить чей-то ресторан, может быть, купить чей-то бизнес, может быть, купить дешевые акции, может быть, взять дешевые финансовые инструменты, да, может быть, взять что-то подешевле ввиду вынужденного продажи имущества. Вот. Поэтому попытайтесь вот в этой вот неразберихе увидеть возможности, да, а не увидеть панику. Потому что если бы мы с вами находились бы на грани вымирания, поверьте, началось это, значит, январь-февраль, январь-февраль-март, то за три месяца от половины бы Китая и от всей бы Европы уже давно бы ничего не осталось, да. Да. Соответственно, мы должны понимать, что мы столкнулись с триггером к глобальной экономической рецессии. То есть мы не столкнулись с какой-то инфекцией, которая погибет людей. Мы столкнулись с экономическим кризисом, драйвером для которого стала коронавирусная инфекция и цены на нефть. Коронавирусная эпидемия заканчивается, как и любая сезонная эпидемия ОРВИ. О сезонности ОРВИ вспоминайте себя. Сколько вы болеете ОРВИ раз в год. Обычно весной и осенью. Когда это начинается, когда это заканчивается. Я думаю, что стандартная ОРВИ-шная история в России заканчивается по климату. Если в этом году май будет достаточно жарким, ну и в мае все это закончится. Если, соответственно, май будет холодным, может быть, затянется до июня. Если лето будет холодное, то есть вы все понимаете, да, к чему я? То есть коронавирусная вот эта штука, как ОРВИ, как ОРЗ, оно исключительно сезонное. Потому что, ну, все к этому привыкли. Редко кто болеет простудой летом. Хотя бывает. Значит, по поводу терапии. Я уже говорил об этом, что никто в мире никогда не ставил задачу придумывать лечение ОРВИ. Маски брать и так далее. Значит, что касается самой терапии. Я уже говорил, что она симптом ориентированная. Значит, меры предосторожности я в прошлых роликах уже говорил. Понимаете, мне сейчас придется вам говорить о том, как не заразиться ОРВИ в магазине. Понимаете, о чем я? Ну, вот вы представьте себе, какие вы дали бы рекомендации человеку в сезон эпидемии ОРВИ. Ну, вот так себя и ведите, да. Мойте руки, старайтесь избегать каких-то людных пространств. Маска под вопросом большим. Укрепляйте иммунитет, пейте витамины, витамин С. Занимайтесь спортом. Фитнес-клубы закрыли. Фитнес-клубы сейчас будут банкротиться. Сейчас жесть будет. Экономическая жесть. То есть, это прежде всего экономический кризис, а не коронавирусный кризис. Соответственно, больше мне вам пожелать, наверное, нечего. Мы столкнулись не с коронавирусной инфекцией. Мы столкнулись с экономическим кризисом. Прелюдией к которому стали вот эти вот вещи. Конечно же, есть теория о том, что люди под вот этот вот хайп коронавируса и нефть сольют огромное количество капитала, как бы купят огромное количество компаний и корпораций по якобы поводу. Возможно, это так. Мы не знаем. Возможно. Я склоняюсь, понимаете, все-таки к критическому мышлению. И я, как и многие люди из науки, не понимают, почему вот именно таким образом пошел этот сценарий. Может быть, китайцы сделали такую ошибку, показав, как они закрыли Ухань, да, и задали так называемый тренд, заставив весь мир повторить пример Уханя. Но я думаю, что если это просто совпадение и мир пойдет по примеру Китая, то я думаю, что китайцы сейчас, конечно, сделали всех. Да, потому что Китай закрыл Ухань как демонстрация сплоченности нации перед вызовом, который они посчитали от американцев. А вот как бы Европа явно не Китай, понимаете. И если Китай может закрыть маленький Ухань, это 1% от всего Китая, и это никак не скажется на Китае, там уже 90% всего восстановлено, то когда Европа закроется по принципу Уханя, Европе настанет экономический конец. Может быть, китайцы таким примером спровоцировали вот эту вот экономическую ситуацию, чтобы выйти из игры победителем. И пока что, ребятки, Китай и Россия в этой игре выигрывают. Потому что все-таки наш президент в тесных отношениях с лидером Китайской Народной Республики. Китайцы не глупые ребята. Они понимают, что они задали миру всему тренд и испугали весь мир по большому счету. Европейцы, по их примеру, пошли, обломают сейчас себе по полной программе все, и китайская экономика станет еще более мощной. И, скорее всего, российская и китайские экономики действительно выйдут из этого кризиса действительно победителями. Скорее всего, вот так. Россия здесь пока что из Китая, ну, Китай больше, конечно, выигрывает, да, потому что у России нету тех остановок производств и той остановки логистической, которая была сделана в Италии и в Европе. Поэтому Россия здесь страдает очень мало, да, а Китай это быстро восстанавливает. Так что я вас всех призываю перестать считать, что коронавирус это что-то новое. Напоминаю, что в ОРВИ и в ОРЗ коронавирусы всегда входили. Понимать, что это новый штамм коронавируса, да, который для нашего организма является новым. И нам придется где-то поболеть. Второе, надо понимать, что старики и ослабленные люди всегда весной и осенью были подвержены осложнениям. И если эта эпидемия возникнет сразу массово, то объем этих самых стариков, он будет достаточно большой, и врачи не справятся. И чтобы врачи справились, они пытаются сделать так, чтобы поступления были более плавными, да, в больнице. Но вот, собственно говоря, и все, по большому счету. А все остальное это экономический кризис под вот такой вот красивой страшной оболочкой. С туалетной бумагой и вообще вот последнее, наверное, поведение человека вот в такой ситуации. Но вы представляете, если остроспираторная вирусная инфекция создала вот такую поведенческую истерию у людей, то мне кажется, это был прекрасный тест на человеческий интеллект. Мне кажется, это был прекрасный тест на коллективное бессознательное. И, к сожалению, человек хомо еще раз показал свою тупость, свою примитивность, свою запуганность, свою ущербность, свою примитивность, очень большую простоту и безграничную тупость. Чем он, собственно говоря, всегда и славился, да. Вот. Поэтому, ну, ничего тут нового нет. Вот. Да. И ничего здесь нет удивительного. Я еще раз повторю, что я рекомендую вам искать возможности в этой неразберихе, не нарушая закон Российской Федерации. Ищите, что можно купить подешевле. Ищите, что можно инвестировать с большим дисконтом. Находите возможности, потому что на фоне всеобщей паники сейчас очень много возможностей начать работать на себя, начать развиваться, начать менять сферы, действовать. Именно кризисы являются точками роста. Ну и последняя экономическая формулировка. За любым падением следует отскок. По принципу, чем сильнее сжатие, тем сильнее разжатие. Поэтому, коль уж мир так сжался сейчас с точки зрения падения, отскок будет. И вот я бы хотел, чтобы вы успели купить на дне, как говорят экономисты, и успели заскочить в этот поезд прекрасных кризисных возможностей, которые даются нам не так часто. Главное понять, где дно и где покупать. Это касается акций, это касается недвижимости, это касается активов, это касается прочих инструментариев. По моей оценке, падение будет синхронизировано со сводками с полей. Чем больше будет драматургия в Европе, чем больше будет драматургия, тем больше будет возможности купить что-то подешевле. Как только начнутся оптимистичные картины, а Китай уже полностью оптимистичен с точки зрения инвестирования, и нефть поэтому подросла, как только начнутся оптимистичные моменты, считайте это импульс к росту наверх. Там уже надо будет, уже будет поздно покупать, да, возможно. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, перестаньте нагнетать в себе какие-то эпидемиологические истории, откройте учебник по биологии, и вы все прекрасно увидите. Спасибо вам большое за внимание, я желаю вам всем мудрости, желаю вам всем объективности, желаю вам всем здоровья. Укрепляйте иммунитет, берегите ваших бабушек и дедушек, мойте часто руки. Я мою руки сейчас часто, потому что не хочется болеть, как обычно. Старайтесь соблюдать общие эпидемиологические рекомендации, для того, чтобы побыстрее вот это все закончилось. По примеру Китая, на это требуется около месяца. Если у нас все будет развиваться благополучно, то к середине апреля мы должны как-то вот с этим справиться. Либо мы столкнемся с сезонным ОРВИ, где все ОРВИ будут занесены в статистику, и, к сожалению, это может подлить панике в огонь, да. То есть мы в любом случае столкнемся с сезонным ОРВИ, и уже столкнулись. Главное здесь не перепутать. А врачи в шоке. Они говорят, у нас 250 штаммов ОРВИ. Пациенты все похожи. Каждому ссувать в нос палочку, отправлять в лабораторию, как-то их классифицировать, сортировать. Это такой хаос для врачей сейчас. Они не понимают вот всего этого момента. И, конечно, представьте себе, что у вас болеет 10 миллионов человек, да, ОРВИ. И вам надо каким-то макаром всех их отсортировать, найти родственников. Это полная вакханалия с точки... Мне очень врачей сейчас жалко. Мне очень сейчас жалко вот то тестирование, которое проходит. Но надо отдать должное, что после вот этого испытания наши врачи... Вот я вчера говорил с очень таким серьезным человеком в медицине. Она говорит, я начала гордиться тем, как работает команда в Москве. Она говорит, я действительно горжусь тем, насколько сплоченно работают эти люди, выявляя весь этот круг, как они все это делают. Это действительно охрененный тренинг для нашего министерства здравоохранения. И я думаю, что наше правительство пересмотрит финансирование, пересмотрит стратегический запас лекарственных средств и финансирование врачей. Так что, в общем, я желаю вам всем здоровья. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта. Спасибо за ваше внимание. До свидания.